Всем привет! Самые нужные ссылки для изучения английского языка. Итак, первое – это многим известная уже Lingualeo. Lingualeo – это образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка, построенная на игровой механике. Интерактивные тренировки, 250 тысяч бесплатных оригинальных аудиокниг и песен, видеозаписей и текстов. Второе – это Puzzle English. Бесплатные тренажеры для эффективного изучения английского, а также фильмы и сериалы. Постоянно обновляемая коллекция увлекательных упражнений, игр и заданий, которые подходят для любого уровня владения английским языком. Дуолинго – один из самых популярных сервисов для изучения иностранных языков с нуля. Программа каждого курса построена в форме дерева достижений. Чтобы перейти на новый уровень, нужно набрать определенное количество очков, которые даются за правильные ответы. Следующее – это AngVid. Бесплатные видеоуроки на английском, но не для начального уровня, так как относителей языка. Следующий, многим также всем известный – TED. TED – это сборник выступлений на английском языке с самой известной конференцией, где делятся своими идеями и ученые, предприниматели, художники, музыканты, инженеры и другие. Очень полезный сервис. В большинстве видео есть субтитры и на английском, и на русском, а также транскрипты, то есть расшифровки произношения. Следующий не менее важный проект – это Puzzle Movies. Большая видеотека фильмов и сериалов с двойными субтитрами на английском и переводом на русский язык. Плюс можно добавлять незнакомые слова в личный словарь, повторять и практиковать произношение. Ороро – английские фильмы и сериалы в оригинале с русскими и английскими субтитрами. Бесплатный аккаунт предусматривает 1 час видео в сутки, что вполне хватает, как лайфхак, что вполне хватает, чтобы смотреть 1-2 серии в день. Шоу English – бесплатный аналог предыдущего сайта. Ороро – есть фильмы, сериалы и клипы на английском языке со встроенным переводчиком. Мало кому известный, но тоже полезный – хаматата для просмотра сериалов и фильмов на английском с субтитрами. Субтитры можно переводить. Радио BBC – самое известное англоязычное радио. Можно выбрать интересующую программу или жанр. Подойдет для любого уровня. Подкасты от BBC – огромное количество подкастов и не только. British Consul – там содержатся подкасты, игры. NPR – американское радио. Для многих передач в течение суток после эфира выкладываются транскрипты. Play Fries – вводишь в кавычках фразу или слово, и сервис проигрывает кадры из сериалов и фильмов с этой фразой. Lyrics Training – сайт, на котором можно учить иностранные языки методом караоке. Today in Found Out – рассказы о каком-нибудь занимательном факте на 5-10 минут. I thought – то же самое, но чуть менее серьезно. Home English – это аудио-уроки с голоса Америки English USA. Там их аж 104 штуки в формате MP3 плюс текстовые распечатки. Talk English – это большая подборка записанных уже фраз и диалогов, а также много грамматики. China 232 – Fun English Lessons – уроки английского в формате подкастов для уже продвинутого уровня. ESL Beats – аудиокниги на английском языке. Доступны текстовые варианты книг и выбор скорости чтения. Следующие ссылки будут полезны именно для чтения. И первая ссылка, или как удобно, проект – это Word Mema. Word Mema – это сайт. Этот сайт дает возможность угадать смысл незнакомого слова. Отмеченные как незнакомые слова в тексте в дальнейшем переводятся не сразу, а сначала показывается контекст, в котором вы их встречали до этого. Words from Text – кроме имеющихся словарей, можно добавлять свои тексты, из которого сервис выловит все используемые в тексте слова и разбросает их в виде словаря. Study English Words – изучение английских слов с помощью параллельных текстов методом Ильи Франко, интервального повторения слов. News in Levels – новости с уровнями для изучающих английский. Read Theory – сервис для развития навыков чтения. American Literature – это онлайн-библиотека американской, как вы уже могли понять, литературы. Short Stories – это сервис, на котором собраны самые разные английские рассказы. English e-books – собрание электронных книг на английском языке, книги, разбитые по языковым уровням, от лёгкого к сложному, доступны для скачивания в различных форматах и чтения онлайн. Следующие ссылки наиболее будут подходящие для общения, нарабатывания общения. И первая ссылка – это InterPulse – один из старейших сайтов, где можно найти друзей по переписке со всего мира и помогать им изучать язык, или же просить о помощи, или же обмениваться помощью. Shared Talk – общение с иностранцами по чату и микрофону. Очень удобная штучка. LiveMoha – ещё один популярный сайт, где много иностранцев, изучающие языки. А для людей, которые хотят подтянуть, кроме аудирования, чтения, грамматику, то вот следующие сайты. Это Lang8 – сайт, на котором носители могут проверить написанный вами текст. Взамен нужно проверять тексты, написанные изучающими русский. То есть ты мне, я тебе. Очень удобный сайт. MySpelling – портал для практики правописания, доступен без регистрации. Study – онлайн-справочник по грамматике английского языка. English03 – полный разбор известного учебника Essential Grammar in UC. C – красный Мёрфи. A-leng – учебники и пособия по грамматике. Tolerant English – тексты. Macmillan Dictionaries – формы неправильных глаголов английского языка в формате интерактивной рулетки. Irregular Verbs – на этом сайте очень легко можно выучить английские неправильные глаголы. Ego for you – изучение грамматики онлайн с упражнениями, текстами и правильными ответами. Кстати, кого интересует ещё и фонетика, то есть прекрасный сервис под названием ForWare. Это база произношений, разные языки, разные диалекты. Также касающиеся фонетики, могу посоветовать такой сайт, как iPodden.epa – транскрипция американского английского языка с доступными примерами и произношениями. BUSI – один из самых известных сайтов, содержит большое количество уроков, которые помогут запомнить слова, учить произношение и многое другое. При этом ваши упражнения будут проверять сами же носители языка. А вы, в свою очередь, можете проверять, как они выполнили свои упражнения по русскому языку. Субтитры создавал DimaTorzok